доброе утро гуляньте мы тут собираемся хорошо хоть венки не стоят мама твоя закупилась и просто мы вчера зашли в магазин и рыта не глянь сколько цветов бери еще это мало мало типа да ужас ой надо ей сказать что отпаривателем красиво их отпариваешь отпаривателем они такие красивые пышные становятся да и сказать вчера там и тюльпан и еще только не было сказала хватит ну хватит нашла все никуда не едем я верю отпаривателем не пробовала никогда обычно классно да я просто видела как отпаривают они сразу рос и это то я достала они сразу раз такие красивые там распускаются никогда не видела в этом году все блин я вообще уже в одежде одеты мы саньком в тренде глянь видишь санька такая трендимый почти уля попросила ей каких ей я люблю темпура и запеченных привези меня я даже судочек саду короче там ветерок такой он как-то так странная погода ну ты до погода странная просто вроде тепло ветерок дунет прохладно ты у нас ты у нас живая был только мертвые не потеют от лица у нас здрасте мы на вот таком мерседесе едем да сашка машины как перчатки меняет гад такое ну вот видите солнце нет как такового и такая погода вообще непонятная нет мне прохладно не мне прохладно все ровно да станет и не жарко даже здесь но это не клубника это этот земляника к мелко мелко молодец но она видишь как по ощущениям до утра 10 часов такое средненькое утро ноги мыть не надо и пусть кури выводить но вода есть у нас тут и подпить есть сразу же а это что у гулять 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 кресло надо поднять ей неудобно как хорошо российском автопроме блять рычажок дурок дало по спине блять все отсюда блин какие-то я красилась толку все равно блестит не знаю чем его красить на кирпич гудрона там седина все равно блестит все равно вот здесь не видно конечно но когда на свет все равно блестит чем закрашивать вообще не представляю но и а а и закончили закончили разминка прошла коровок сколько много вообще а тут что ферма нет люди нахерась кто еще держит коров вообще ага я удивляюсь что до сих пор коровы есть вообще не передает коров вот мы приехали в наш любимый магазин вот этот вот он находится вот в центре совершенно напротив дома торговли рядом с нотариусом здесь всегда очень приветливые продавцы и очень хорошая одежда для аппетитных дам здравствуйте девушки сейчас будем уверяться да сейчас какие такие юбки на резинке одел и пошел все не надо заморачиваться нигде не давит нигде ничего короче тут всегда много ой какая белесть ко костюмчик ребята тут такие костюмы это маленькие размеры ну ничего ничего я просто смотрю блин ухт все мерить танюса надо искать и мерить доставать и не не буду смущать людей слушаю офигенный фасон просто класс просто великолепно даже не думай штанишки берем значит смотрите все хорошо вообще да и цена хорошая отличная отличная цена зрители будут смотреть как вам наша татьяна так вот я ж недорассказала заслайдом зараза это саша делает это платье предлагаю даже не смотри смеется через скорость красиво тоже прикольный костюм такой зайчик там спрятался под пузиком где-то ребят тут все хорошо в обинске я всегда этот город хвалю такой компактный чистый но с туалетами что-нибудь сделайте вот там единственный туалет возле фикс прайса на углу и он сегодня не работает просто у него выходной хотя написано без выходных короче с туалетами тут огромная беда просто беда где куда идти вообще надо что-то делать у меня ложная тревога Сашка, ты как всегда. Вообще, найти не можем туалет. Все, охереть. Туда? А там где-то на улице было. А, в администрацию. В администрацию только идти. А там, по-моему, ворота всегда открыты. Там через здание можно пошли посмотреть. Не, ну здание-то закрыто. Сегодня воскресенье. А со двора, я думаю, зайти можно. Вообще, все хорошо. Красота, чистота. Но делайте что-то с туалетами. Не знаю, надо посмотреть. Сейчас я в аптеку зайду. Как раз туда. Ты в туалет идешь? Хорошо, а я зайду отсюда в апрель. Магазин эконом-класс мода по низким ценам. Мужская, женская, детская одежда. В общем, короче, беда бедой. Нас Санек привез на вокзал в туалет. Больше негде, ребята. Это вообще жуть какая-то. Нет, там есть еще на площади. Но туда очень долго идти через всех. И то неизвестно, открыт он или нет. Слушай, а дождик собирается? Мы приехали на ЖД-вокзал в туалет. Он общественный, но такой достаточно, ну, как бы... Ну так, вокзал. ЖД-вокзал здесь. Тишина, покой. О, все, Таня уже сидит, а я все хожу. Ну, пока собакин. Хороший пес. Закрыла. Я боюсь хлопать. Заказали роллы. Сейчас мы поедим. Поедем в каре. Не, вот мы сейчас подъедем, это нормально. Они быстро, у них же рис готов. Все готово. Надо спионерить? Да. Видите, я даже судочек взяла, чтобы я не переложить. Я прям не могу, я хочу есть. Сверхи роллы, конечно, мало. А у вас нет пивочек одноразового? Можем многоразового. Какие? Что-то я не могу, этими, блин, я... Спасибо, да. Поесть, получите. Сверхи. Уже как я хочу есть. Сейчас я имбирь. Мы будем пробовать темпору. Темпора, сейчас я опять себе рот обожгу. Как я прошу вас. Запихала, не могу прожевать. Оно горячее. Нет, ты он. Тоже руками, ногами, вилкой. Знакомых китайцев нету, не очень. Только руками. У васаби хорошие. Ого! А там, ну, а? Ну, ребята, тут васаби... Добренькая. Убийственная. Я кидаю, даже не разберу, что с чем пока. Хоть распробуй, распробуй. Я тогда сейчас наемся, а потом буду попробовать. В общем, всем приятного аппетита. И нам тоже. Девочка дождалась. Видите? Четыре и таких три, по-моему, да? Получается, я вот этих съела. Две, да? И вот этих. Короче, вот. Это там где-то открытый. Так, хватит тей этого соевого. Да, Маша. Все, вакуум. Выключай, пока. Я хочу. Помывалку. Помывалку себе купила. Пожалуйста, можно мне не помогать, да? Или жаркой пользуется. Маме. Очень мне нравится вот такой вот. Вот такие вот пластинки. Очень нравится мне. Я все время покупаю. Рыбка. Натуральная. Без масла. Кошачья еда. И вот такие просто кеды. Я, в принципе, за ними не ехала. Это все остальное, это все попутно. Я ехала обувь купить. И все. Так, сейчас будем... Пиздец, блядь. Сейчас будем холодильник чистить. Надо. Приготовить завтра на завтра себе еду на работу с собой брать. В общем, как-то вот так. Сниму вам немножко, как я готовлю на работу. Бывает часто девчонки спрашивают, Ленка, а что ты ешь? Что у тебя сегодня есть? Я говорю, что? Что дома есть, то и ем. Но вот такие вот вещи я всегда готовлю заранее. Здесь немножко морской капусты, видите? Немножко. Потому что у меня ее нету дома. Надо идти покупать. пекинка, горошек и полито ложкой горчичного масла. Я его просто обожаю. Вот, смотрите, два салата. Мне его хватит на четыре дня. Вот я возьму завтра с собой прям все сразу. Здесь нету ни уксуса, ничего. То есть кислится, окисляться нечему. Вот это я заберу завтра прям с собой сразу. Здесь тоже у меня такое что-нибудь. Здесь вот рыба и тоже немножко морской капусты. Здесь одно яичко, морская капуста и два кусочка сала. У меня просто осталось. Я его. Вот, то есть у меня есть выбор, что у меня есть не есть на работе. Это ячневая каша. Я люблю каши. Ячневая каша с кусочком масла. А, закрывать пока не надо, потому что оно горячее. Это у меня то, что осталось. Это я с собой не беру, это я оставляю дома. Кашу я с собой тоже возьму. И хлеб. Яйца это дома я тоже оставлю. Это я отварила яйца. Не знаю, меня уляха любит. Так возьмёт и съест. Но она желток в основном любит. Я белок доедаю. Всё. Это ульянины макароны с сыром. Это я их переложила. Другую. Я пекинку резала. Всё. О чём мало еды. Нифига себе. Гляньте. Вот это всё я возьму на работу завтра. И всё это, ну, остынет всё, конечно. Оно всё будет стоять у меня в холодильнике там, на работе, в кухоньке. Взяла салатик. Я целый никогда не съедаю вот эту миску. Я не знаю, сколько здесь. Здесь написано, я хрен его знаю. Наверное, грамм 200. Кстати, у меня очки на глазах. У меня лук. Не знаю, сколько здесь. Грамм. Думаю, 200-250. Но я никогда этого не съедаю. Я просто знаю. Здесь 100, наверное. Вот здесь рыба. Красная она просто у меня чуть-чуть совсем оставалась. Я её просто запекла в духовке. И здесь вот у меня яичко одно было. Три кусочка сала осталось. И салат я сверху сложила. Всё. Сейчас чуть-чуть подостынет. Я закрою. И будет каша с собой ещё. И хлеб. Чё, мало еды? Ёпресе-то. Офигеть. Чё хочешь, то и ешь. Э, запотело что-нибудь? Это яички. Я просто положу в холодильник. Я их сварила, почистила, захотел, взял. Съел. Кашу тоже. Я люблю кашу. Уля у меня каши не любит вообще. А, ещё она меня попросила ей сварить суп с клёсками опять. Хотя у меня борщ есть. Кто мне его столько съест? Борщ это такая еда, которая чем дольше стоит, тем вкуснее становится. Поэтому как-то я сильно не переживаю. Мы его не кипятим никогда полностью. Мы его не кипятим никогда полностью. Мы по чуть-чуть наливаем. И всё. Фух. Всё. Всё я приготовила. Сейчас я вот это всё сложу. Уберу. Сейчас 6 часов вечера уже. Я пойду с собаками гулять. Только, наверное, попозже. Всё. Я убрала в холодильнике. Повыбрасывала там все остатки чего-то. Какая-то пол сосиски. Тут они даёт. Короче, повыбрасывала. Почистила. Вот это... Макароны были большой. Такое. Это у меня в раковине она стоит. Я её приложила поменьше. Ланчбокс. Это всё. Ляшки. Борщ есть. Супы. Я не знаю. Сегодня я могу, может быть, завтра сварю. Не ставить сейчас уже некуда. Понимаете? У меня сейчас в холодильнике стоит еда собачья. Потому что, ну, всё, как бы-то. Она у меня стояла на балконе. А сейчас... Поэтому у меня там стоит кастрюлька с большом. Была кастрюлька с супом. У Ля его очень быстро ест. Ну, в общем, вот так вот. Вся еда. Вот я сейчас отнесу завтра. И это будет на всю неделю. У меня на 4 дня. Но в пятницу... Мне не надо. В пятницу я обедаю дома. Вполне достаточно. Ну, там ещё чай, кофе. Правда, я стараюсь... Чай, кофе пустой. Ну, то, что без сахара, это я, само собой... Это я уже, наверное, лет сто без сахара это всё пью. Ну, а конфеты, такое печенье, это я очень иногда. Ну, бывает. Ничего не скажу. Брать не буду. Вот и всё. В общем, такой у нас сегодня был денёк. Ничего я больше не буду делать. Сейчас чуть-чуть вот это сейчас подостынет уберу. И пойду погуляю с собаками и всё. И завтра в бой на работу. Ой, очки перекосили. Покраснела что-то я совсем. Что я делаю, что это как красная? Вот, всем пока-пока. Строго не судите. Рекомендуем. Смотрим. Дальше больше. Веселее скоро. Который, кстати, очень-очень испытывает желание приехать к нам блондинка из Сочей. Уже она написала, что где-то в середине мая. Я сказала, есть в любое время, хоть завтра, мне всё равно. Так что ещё и Елена хочет приехать в гости. Посмотрим. Всё, пока, ребята. Пока.